всем доброе утро сегодня наш третий день или четвертый день в лос-анджелесе я что-то уже запуталась какие дни недели мы выезжаем из посуточного дома в котором мы жили и потому потому понятно у нас сейчас есть еще не завершенные дела в лос-анджелесе очень важные поэтому мы планируем обязательно их завершить закрыть все гештальты и двигаться в сторону дома в сторону нашей любимой Сакраментовки сегодня у нас третий день в лос-анджелесе когда мы гуляем отдыхаем получаем впечатление и сегодня у нас запланирована большая прогулка и цель номер один позавтракать на море на океане да прям на пляже наша сейчас задача найти себе кофе какие-то сэндвичи и поехать на пикник всей семьей на Манхэттен бич да позавтракать на океане первое место куда мы едем это Манхэттен бич и по пути вот как вы видели заезжаем на другие какие-то пляжи посмотреть что тут вообще творится вот очень красиво здесь вдоль побережья поэтому я не буду тебя снимать я буду снимать побережье давай рассказывай дальше пальмы в общем цель номер один завтрак на океане надо заметить что здесь на побережье возле океана прямо прохладно значительно прохладнее чем в городе сейчас машина показывает 69 градусов фаренгейта мы пересчитали это порядка 8 18 градусов цельсия и поэтому здесь такой еще ветерок дует куртки надо надевать либо куртки либо хотя бы теплые кофты поэтому если будете в лос-анджелесе и если у вас также преследует мысль позавтракать или поужинать не знаю сходить на пикник на побережье океана а без окна одевайтесь теплее домики видите с видом на океан вот они наверное здесь очень дорого стоит несколько миллиончиков наверное подписывайтесь на наш канал и ставьте лайк чтобы не пропускать наши новые видео взяли старбаксе копеечку и любого говорит о сосиска в тесте это для меня сосиска в тесте прикол да ты что-то ребенок морским воздухом душу дышит у нас при этом тут не жарко слушай но и не холодно и не холодно называется манхэттен бич нам посоветовали его наши друзья из лос-анджелеса сказали чистый красивый надо ехать сюда купаться можете все местные сюда ездят купаться можете но мы пожалуй не будем у меня есть кстати купальна исподня если что ну да они тоже и у любы есть они запустить нет смотри люба каптусы и уже увидел их до миллиона подписчиков все мечта сбылась или нет блин классно так смотри у людей патио они вот выходят из домика свой маленький домик такой и кофе пьешь до утром кофе пьешь вечером бокальчик вина и так каждый день а как по-другому я не понимаю вообще тут жить субтитры сделал DimaTorzok первое дело на сегодня мы успешно выполняем жена слушайте вы не представляете как это классно я не знаю мы просто придумали что нам это будет классно и нам это действительно классно мы сидим вот с таким вот видом пьем кофе кушаем какие-то сэндвичи тут из старбакса люди катаются на великах отдыхают я уже съела сосиску в тесте курасан в тесте не было там сосиски сосиску в курасане да сосиску в курасане круассан с ветчиной ну что пойдем сделаем дело номер два которое мы запланировали люба как водичка ну что да не скупался поздравляем с открытием купального сезона есть у нас человек который купается всегда и везде и вообще в любой воде это Даня он любит купаться он любит море и пусть у человека мечта исполнится у нас рядом прям одежда мы его сразу переоденем вода не такая уж и холодная Максим говорит примерно такая же как у нас в Вопском море это в принципе такая вода в которой мы все лето купаемся мы не привыкшие к сильно теплой воде в Сибири то даже до меня дошла вода нет вы знаете мне кажется она холоднее чем в Вопском море если будете где-то на пляжах Лос-Анджелеса думать что тут очень холодное море не совершайте наши ошибки не совершайте наши ошибки берите с собой купаль на исподние на всякий случай захочется помочить ножки а дальше там уже чуть повыше ножек уже и не ножки а потом уже может и целиком купание произойти да Любовь ты расскажи что случилось с тобой я меня вот так волно понимала я такая потрясающий рассказ рассказ потрясает своей живописностью волной накрыла короче Даня накрылся волной почти сразу за ним Люба потом я прыгнул Любу спасать у меня об руки вон по пояс это от страха конечно дочь смывает в общем короче купаться там можно и если вам рассказывают что сильно холодная нормальная вообще вода к ней очень быстро привыкаешь и холоднее чем в Обском море это холодно да у нас было Обское море Обское водохранилище и вот мы там ездили купаться и там вода бывает сильно холоднее а здесь пару раз накатывает волна и тебе вообще вполне комфортно уже помните мы рассказывали что в Лос-Анджелесе много красивых людей это правда вот если вам будут говорить что все американцы жирные там некрасивые такие тоже есть естественно как часто любят говорить американские женщины они красивые и самые красивые русские и знаете сколько здесь много красивых американских девушек женщин да они может понаехали тоже короче да тут люди занимаются спортом ездят на великах бегают тут блин можно знаете ли насмотреться на девушек с красивыми задними филейными частями да жена ну со всякими не ну правда тут много красивых тут даже деды красивые деды красивые да жена присмотрела себе красивого деда американца короче здесь много красивых людей и если вы соскучитесь по красивым людям а у вас дома вдруг нет зеркала пожалуйста приезжайте на пляж в Лос-Анджелесе и наслаждайтесь мы решили прогуляться по пирсу пирс Манхэттен бич и вот этот пляж нам посоветовали наши друзья которые здесь живут они говорят местные гуляют на нем и нам нравится действительно красивый пляж не так много народу велосипедные дорожки о кстати пособие для рыболовов вот это здесь можно видимо поймать но это не точно а посмотрите как люди живут с какими видами вот это вот все жилые дома они могут сразу выходить им даже машина не нужна чтобы сюда приехать совершенно верно на крайняк велик да мы дошли до конца пирса а тут аквариум но он закрыт по едем наконец-то сфотографироваться с надписью Голливуд потому как до этого мы не смогли это сделать и вот мы едем сейчас закрыть этот гештальт потому что побывать в Лос-Анджелесе и не сфотографироваться на фоне букв Голливуд надписи этой но это вообще мне кажется бред вообще нафиг вообще была ездить в этот Голливуд в Лос-Анджелес шутка конечно но мы не можем это пропустить Лиса тоже так считает поддерживает в этом высокие дома подумайте сколько этажей вот мы движемся в сторону Голливуда и опять начинает сразу непроизвольно в голове играть песни какие люди в Голливуде ну видимо да кстати у меня и была еще одна не знаю мечта цель на эту поездку но специально мы ее не можем выполнить и я даже не планировал специально но я думал как классно было бы встретить кого-нибудь из звезд прям таких вот Джонни Деппа Джонни Деппа там не знаю Арнольда Шварценеггера но он не здесь живет Кайф смотри как красиво вон какие домишки есть всякие я их смотрю в камеры замки надо будет тут посмотреть сколько медведей стоит в Голливуде почем ну честно говоря мы смотрим так просто развлечения ради да через 400 метров покупать здесь дом мы явно не планируем не потому что мы не мы в себя не верим а потому что подожди вот эти вот подписчики которые вот которым все всегда плохо они наверняка напишут да конечно куда вам нет наша американская мечта она же другая мы же вам рассказывали в видео про этого лысого дядьку про Форест Хилл да в видео про Форест Хилл в котором засветился один Голливудский актер тоже вот эти же люди напишут да конечно ваша американская мечта жрать по футбанкам смотрите какой маршрут у нас какие там петли блин а так люди живут слушай ну сюда даже вот так запетлять это уже 15-20 у нас по Сакраменто можно заехать мы видимо абсолютно точно приехали туда куда надо потому что видите здесь какое паломничество селфи палочники все все здесь селфи палочка плохо у них заразный Оль смотри туда назад вон они буквочки хорошее место короче мы вам оставим геоточку куда приезжать чтобы сфотаться красиво с надписью Голливуд какое оригинальное у вас фото просто вообще супер ну что теперь хотели надо как-то на них указать я сначала думала что мы будем фотаться прямо на горе Голливуда место мы это нашли просто пошерстили гугл откуда с какой точки делаются красивые фотки с надписью Голливуд вот и просто нашли адрес и приехали по этому адресу поэтому адрес на котором мы были мы оставим в описании для того чтобы тот кто хочет тоже фотографии с надписью Голливуд тоже приехала сделать себе фоточки вот поэтому кому интересно описание посмотрите ну что какую мы по счету гештальт там закрыли фотки короче с Голливудом сделали а сейчас мы едем в одно очень интересное место которое нам очень сильно рекомендовали посетить наши друзья американские они мы вообще сюда не собирались мы даже знать не знали про такое место и это не было в планах наших мероприятий но когда они нам про него рассказали нам очень сильно захотелось мы не смогли этого не посетить и несмотря на то что вот сейчас бы нам уже надо выехать из Лос-Анджелеса потому что мы сегодня планируем отправиться домой мы все равно решили дополнительно заехать потратить время тут все переезды минимум час вот мы опять тратим час на то чтобы туда доехать но мы не можем туда не съездить а какое-то место ну блин вы увидите это я думаю что каждый из вас захотел бы такое место посетить и если бы вы были в непосредственной близости от него тоже не упустили бы такую возможность поэтому давайте приглашаем вас проследовать вместе с нами нашли парковку недалеко от того места куда мы направляемся потому что в самом этом здании парковка очень-очень дорогая 35 баксов теперь как найти это здание 8 минут пешком идти буквально прогуляемся причем лиса очень хочет прогуляться она потягушки потягушки делает где мой зяйти интересно так даунтаун разглядывать что там у головы все видать ну она так рассматривается интересно ого ого капец какие высокие реально смотрите смотрите офигеть вон смотрите вон в то здание мы идем такое вон которое с такими с округлыми запчастями видите вот которая за вот этим высоким высоким она наверное в форме чего-то просто не очень понятно с такими красами ого ех дурдаша на велик так быстро гоним что его очевидно смотрите давайте еще раз высота высота Офигеть Я не боюсь высоты Но мне кажется, что на Самом верхнем этаже от такого дома Я бы маленечко тоже бы испугалась Ты помнишь, куда обратно идти? Люба помню Люба, ты точно помнишь? На тебя вся надежда Потому что если ты не вспомнишь, то домой обратно мы не вернемся сегодня Ура! Где-то, короче, вот Паблик-лайбрери? Где-то за паблик-лайбрери мы припарковались Угадайте, чем я занимаюсь Ну, давай, говори уже Правильно Вытаскиваю песок из головы Песок из головы вытаскивает человек Мы пришли в отель Который называется Уэстин Бонавентура Что-то там еще В этом ресторане На самом верхнем этаже Есть хороший ресторан Какой-то очень дорогой Но мы идем не в ресторан Мы идем в кафе Вот нам нужно в кафе Едем На 35 этаж Смотрите, короче, вот это здание В которое мы зашли Оно примерно в половину ниже Чем вот эти То есть, представляете, сколько они Ну, то есть, внешне Оно примерно в половину ниже Ой-ой У меня закладывают уши Нет, все Это последние американские сборки На которых я поехал Это жесть Пришли на 35 этаж Приехали И нужно на другом лифте Ну, либо по лесенке Но мы с коляской Поэтому мы на лифте Спуститься Еще на один этаж Так И вот это Кафе Мы пришли с вами В кафе Ну, не простое кафе Ну, не простое кафе А золотое И я думаю, что мы сейчас с вами поймем Очень скоро Насколько оно не простое Смотрите Посмотрите Относительно стула Вот эта штука Смотрите Оно двигается Видите? Оно двигается Потому что Два этажа этого здания Очень медленно Двигаются по кругу И за час Вот эти два этажа Они делают оборот Вокруг своей оси Видите? Смотрите Вот мы с вами Относительно стула смотрели Так я что-то не понимаю Ну, ты вот Относительно вот этой Смотри Вот она двигается Это мы туда едем? Или это фигня туда? Не знаю Но мы едем Вот уголочек Вот этого здания Си-би-а-и Мы с вами видим Сейчас И мы движемся Получается Вправо По часовой стрелке По часовой стрелке, да Вот, видите? Короче, есть возможность Посмотреть С высоты 34-го этажа Весь Весь Лос-Анджелес Если честно У меня уже голова закружилась Это мы медленно еще кружимся Это увлекательный был Аттракцион Даня говорит Лос-Анджелес Даня, тебе нравится Лос-Анджелес? Отель Лос-Анджелес Вот мы уселись тут за свой столик Сразу Выбрали местечко С видом на Да, нас дяденька пересадил Он говорит Пойдемте в другое место Тут можно, во-первых Удобно, говорит Поставить коляску А во-вторых Сразу вид Смотри на горы Вот, смотрите Не знаю Видно это на камеру или нет Но мы двигаемся Относительно колон Относительно окон То есть Вся вот эта средина наша Она ездит Смотрите Ногу ставлю Возле Видите Кажется, что это Вот эта часть едет На самом деле Это мы вращаемся По часовой стрелке И вот он Весь город Как на ладони Мама Ты видишь Как на ладони? Нет Мы едем с тобой вместе Люба Люба думает Что она независима От нас ездит Люба сидит За другим столом Просто Буду бы она не с нами Ну и пусть платит За тот стол Собак Да Сейчас выпьем Свой кофе И десертики Крем-брюле Крем-брюле И люби мороженое Да ладно Смотрите Вот Смотрите Мы прям Движемся Не знаю Сколько мы проедем На самом деле Вам лайфхак Можно тут даже Ничего не платить Можно прийти И сразу обойти По кругу И все посмотреть Посмотреть И он такой Ой Сказме Ничего не надо И уехать Все нормально Нормально Тем Но мы просто Хотим посидеть Отдохнуть Немножко Посмотреть Потому что Если честно Очень сильно Утомились В переездах Пробок И от Пробки Жесткие Вообще Честно Мы за 5 Мы за 5 месяцев Сакраменто Ни разу Не видели Пробки А тут А то Что они называют Пробками Мы прям Смеемся Сидим Буквально 15 минут Наверное Или 20 Да И уже приехали Совсем Другое место Друзья Целый час Мы с вами Кататься не будем В этом В этом ресторане Я просто Сейчас Сделаю Обзорное Видео Мы с вами Вот так вот По кругу Крутимся Вот это мы уже Все проезжали Помните Это здание Мы уже проехали Давно Сильно далеко Уехали От него Вот эти здания Они Сильно выше этого Смотрите Какой высоченный дом Высоченный Небоскреб Вот мы Как вот Видите Мануфактуру Банк Вот мы Примерно Такой же Высокое здание А другие Вон Смотрите Гораздо выше Огроменные Короче Интересное место Однозначно Стоит посетить Ну То есть Абсолютно точно Кофе и мороженое Тут каждый Сможет себе позволить 5 5 7 10 Долларов Как-то Вот так Тут Все Вот мы Пришли Как-то мы Дофига Мы полкруга Проехали 39 баксов 2 кофе И 2 десерта Ну Ради Такого вида Ради Такого Аттракционов Ради Такого вида Вообще Не жалко Знаете Лос-Анджелес Однозначно Очень крутой город Очень классный И Мы 100% Приедем сюда Еще И еще И еще И еще Кстати Те кто подписан На наш инстаграм Вы узнаете Все вперед Всех Вот мы Еще в Лос-Анджелесе А уже Сторисы Отсюда Ну потому что Сторис мы выкладываем В режиме Реального времени Вот он наш завтрак На берегу Который вы видели Только сегодня В ролике Потому что На монтаж уходит Очень много времени Пока скинешь Пока отмонтируешь А здесь Вы можете В режиме Реального времени Наблюдать За нашей жизнью Инстаграм У нас Кстати Называется Вот Если вдруг Не знаете TheMoskWins Винс Типа Победитель Поэтому через W И поэтому Через точку TheMoskWins С нижним подчеркиванием Поняли, да? Поняли, да? Подписывайтесь Потому что Вы так Будете Сразу Все видеть Что происходит И знать Какие ролики Будут впереди Ну что ж Подошел к концу Наш Безумный Трип Безумный Трип Четыре дня Мы в пути И сейчас Мы выезжаем В наш Родной Сакраменто Три полных дня У нас прошло В Лос-Анджелесе Я думаю Что вы уже Посмотрели Все ролики Если нет Если нет То посмотрите Обязательно Первый Это Прогулка По Знаменитой Аллее Славы В Голливуде Это Посещение Пирса Санта Моники Второй день Мы полностью Посвятили Тому Чтобы Осуществить Свою давнюю Детскую мечту Ну а третий день Жена Благо нам дети Помогли Третий день Вот Мы закрывали Свои Гештальты Свои желания Исполняли Это Завтрак На берегу Океана Это Фотографии С надписью Голливуд И посещение Необычного Ресторана Вот И еще У нас был ролик Кстати Кто не видел Как мы Ехали В Лос-Анджелес Вообще Ну как бы Как 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 дорога Проходит Ну в общем Много тоже красивого Обязательно посмотрите Резюме Нам Очень понравилось Мы Очень сильно Хорошо отдохнули Резюме Какое В Лос-Анджелес Мы вернемся Еще явно не раз Классно Выделять Целый день На то Чтобы посетить Какой-то Из многочисленных Парков Аттракционов Здесь С детьми Да У нас впереди Как минимум Еще Universal Park Еще Disney Adventure А еще В Disney Park Оказывается Есть видимо Отдельный Парк Pixar Поэтому Есть что Посмотреть Куда сходить И так далее И мы решили Так что Этому Потрясающему Невероятному Океану Стоит Минимум Один день Тоже Выделять В каждой Нашей поездке Поэтому Мы вернемся Сюда С удовольствием Очень много Всего Еще не посмотрели Мы вернемся сюда С удовольствием Слава Богу Что Лос-Анджелес От нас Не в тысячах километров Как это было раньше А всего лишь Шестиста Да Это сколько Пятьсот восемьдесят восемь Ну осталось нам ехать Пятьсот восемьдесят восемь километров Но мы еще даже не выехали Из Лос-Анджелеса Время у нас Семь двадцать четыре Мы выезжаем Ехать мы будем Конечно Гораздо дольше Чем здесь показано Потому что мы будем Регулярно останавливаться Кормить ребенка Прогуливаться Вот Мы очень рады Да Мы очень рады Что мы Нашли время Нашли возможность Съездить впервые В своей жизни Побывать в Лос-Анджелесе И я не устану Благодарить нас Меня Меня и Максима За то что мы Здесь рядом С этим Невероятным городом И можем себе позволить В принципе Практически в любое время Приехать И получить Эти невероятные ощущения Друзья Если вы Находитесь в Калифорнии Рекомендуем Обязательно К посещению Лос-Анджелес Берите с собой Всю свою семью Стройте маршрут Мы надеемся Что то Что мы посетили То что мы показали Поможет кому-то Построить свой Туристический маршрут Посетить какие-то Важные Интересные Для вас места Вот Ну а мы на сегодня Наверное Будем с вами прощаться Всех будем целовать Обнимать С разгона Да Вот Ну и все Люба сейчас скажет Что нужно Сказать Люба давай За секундочку Свои впечатления От Лос-Анджелеса Мне очень понравилось Я хочу здесь Остаться жить Да? Да А что особенно Тебе понравилось Больше всего? Что здесь Есть парки Аттракционов А у нас Сакраменто В кухне Ну ладно В Сакраменто Еще есть Ой Какое солнце Смотрите Как они называют Называются Где вот на воде Вот это Вот на жопе Так Ну в воде На жопе Да Эти Аквапарк 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 Вот Ты говоришь Про магазин Рос Мы в него Здесь Могли съездить Короче Люба Ты оригинал Оставайтесь с нами Мы очень рады Что количество Подписчиков Растет Это значит Мы что-то для вас Сделаем полезное Или интересное И вам хорошо С нами А нам Хорошо с вами Нам есть К чему стремиться Нам есть Что вам показывать И благо Америка Богатая На эти места Страна Будем Счастливы Делиться с вами Своими впечатлениями Ощущениями И эмоциями Все Всем пока Всем пока Ставьте лайки Подписывайтесь Ставьте колокольчик И комментарии Пишите Блин Да как человек Любит путешествовать Как оно Как ей это нравится Бай-бай С любовью Демосквинс Ну и для всех любителей Вкусно покушать Для тех кто досмотрел Это видео до этого момента Бонус Есть одно заведение На которое меня подсадил Один мой товарищ Здесь местный Мы в него сейчас заехали Чтобы покушать Взять с собой Чепотал Мексикан фуд Пойдемте Родственники Заходите Два баула Два 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 Один Браун рай Один Брай И теперь мы переходим К следующему Человеку Можно вот типа Овощишки какие-то взять Какие-то разные Курицы Тут Экстра сальса И экстра сальса Экстра сальса Экстра сальса Корм И чиз Можно всякие другие Было соусы Но мы вот делаем Всегда так Прекор, вы жеете Два баула? А, да Ни чип-то Дринк? Да Один Баула Регулирую 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 Двадцать шесть долларов Два баула И напиток с тобой Возьмем Люба хочет У них есть свои Очень классные лимонады Мандарин Ягоды Лимонад И вотермелон лимонад Очень вкусный Так, ну давайте Вам покажу Что такое Чепотал Что это за блюдо Получается Вот такая вот Тазик В принципе Ребенка Можно искупать Таком Знаете, как это называется? Называется Хрючево Хрючево даже Она называет Я забыл вам сказать Очень вкусное хрючево Там внизу У меня получился Рис Бобы Потом мясо И это теплое все А то, что сверху Оно все прохладное Сыр Сметанка Помидорки И кукурузка И получается Ты кушаешь Рис с мясом И еще салатик сверху Вкусно Хрючево Хрючево Все в кучку И салатик И мясо С рисом Все равно все перемешалось Да не, на самом деле Это вот Как плов Вот кушают Теплый плов С холодным салатом Есть очищук И вот здесь Примерно такая же история Это очень питательно Короче, вот если ты съедаешь Это там, не знаю Где-нибудь Двенадцать часов дня На три дня То до вечера Ты Сытый Просто как этот Иной раз Можно и не ужинать Вот Поэтому Мексиканцы Они такие И за питательную пищу Мексиканцы 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 Мексиканцы